Стенд компании Barnsley на выставке Hi-Fi Heart Show 2015. Здесь мы представляем практически все новинки от компании Monitor Audio, LAG, Cambridge Audio и также нашу уникальную сетевую консульт питания, которую разработали мы сами и собственно и производим на заводе в Тайване. Называется PowerGrip YG1. Такая вот у нас консульт питания с аналоговыми цифровыми фильтрами с фильтрацией для подключения собственно антенных кабелей. Все розетки разделены на группы, можно отдельно включать разные группы, можно с задержкой включать. Триггеры 12 вольт поддерживаются. Посмотрите какой толстый сетевой кабель используется необычный тоненький 0,75, здесь 3,3 мм квадратных медь и 20 амперная вилка. Вот такой вот аппарат разрабатывался в тесном сотрудничестве с нашими специалистами по звуку, поэтому звук он не портит. Кстати еще два этот самый usb разъема для зарядки и также внешняя вилочка для вилки. Подключили. Новая абсолютно линейка Кэмбриджа. Компания сделала брендинг, это теперь не Кэмбридж Аудио, а Кэмбридж. Вот такой новый узнаваемый дизайн первой линейки под этим названием. Линейка называется CX. Вот здесь вы можете справа видеть также остальные компоненты этой линейки. Это сетевой стример, который сделан на базе StreamMagic 6 версии 2. Он получил такой большой экран. Новейшее приложение Cambridge Connect, которое позволяет управлять всеми практически компонентами, причем даже усилителем Cambridge Audio, интегральным здесь вот CX-A80. Вот, за счет подсоединения пашин этих двух устройств приложение позволяет управлять громкостью вот этого усилителя. Вот. Оригинальный также ход CX-C. CD проигрывателя в этой линейке больше нет, есть зато CD транспорт. Все ЦАПы уже интегрированы в интегральный усилитель, поэтому компания Кэмбридж решила, что они могут, собственно, немножко сэкономить пользователю деньги, раз все равно это все есть в интегральнике, и, соответственно, выпускает чисто CD транспорт на фирменном сервоприводе S3. Вот такие вот акустические системы. Это новая бронза компании Monitor Audio. Она вплотную уже подобралась к линейке CX-A80 по дизайну и функциональности. Знакомый был Twitter. Диффузоры получили вот такую гладкую вогнутую форму и инвертированный подвес. Вот эти вот элементы дизайна, их тоже раньше в бронзе не было, они теперь, собственно, позаимствованы из линейки Silver. Вот. И теперь у них дизайн в таком одном стиле. Вот. Порт фазоинвертора теперь находится на передней панели, что облегчает, собственно, расположение колонок относительно стены. Кстати, как вы видите, тоже серия хоть и бюджетная, но крепление сеток на магнитах. Вот такая вот бюджетная линейка компании ELAG. Линейка называется 70-ая. Это, собственно, продолжение 50-ой и 60-ой бюджетных линейк, которые были сняты с производства. Теперь вот эта линейка 70. Классические, довольно компактные колонки ELAG в таком простом, но интересном исполнении. Элаковские колонки, сделанные, собственно, на базе 240 Black Edition. Это у нас 267-ая модель, кристальная мембрана, диффузор, фирменный джет-двиттер элаковский, специальный аудиофийский кроссовер с воздушными катушками. Это, собственно, и, что самое главное, у ELAG теперь более как вайфрендли корпус, он более округлый такой, более какой-то вписывающийся в интерьер, отход от их классических квадратных форм. Ну, саму Feral не самая новинка. Вот здесь он, наверное, один из немногих, кто подключен беспроводным способом, при этом не испытывает никаких проблем в получении сигнала. Вот эта важная новинка вместе с бронзой, компания Monitor Audio в этом году также обновляет свою линейку GOLD. Практически топовая линейка, она идет сразу после Platinum. Важный момент, значит, здесь перешли, сетки нет, но, поверьте мне на слово, металлическую сетку заменили на тканевую, более симпатично смотрящуюся. Вернули технологию RST-диффузора, раньше у них были ребра жесткости, исходящие из центра, сейчас это, конечно, сняли мячик для гольфа, это фирменная технология RST. Переработали свой ленточный твиттер. Абсолютно новый ленточный динамик здесь стоит. Ну, и дизайн стал более, так скажем, обтекаемый. Все три линейки, они теперь имеют такие узнаваемые черты. Компания Audio Vector сделала обновление своей линейки SI. Линейка SI теперь называется SR3. Основное отличие, особенно визуальное, то, что колонки стали выглядеть теперь действительно дорого. То есть, если они раньше играли на свои деньги, но при этом выглядели несколько спорно в некоторых моментах, то сейчас действительно, собственно, компания Audio Vector сделала скачок в своем дизайне и колонки теперь не только прекрасно играют, но и прекрасно выглядят. Глобально, принципиально, ничего нового нет. То есть, динамики немножко адаптировали, доработали, есть немножко расширенный частотный диапазон. Основной, в данном случае, это именно на абсолютно новый диавектор дизайн серии SR3. Далее у нас целая стойка компонентов ARCAM. Из нового у нас здесь, конечно, впервые в России показан топовый интегральный усилитель A49, который делается в Северной Америке. Усилитель следующий по уровню A39. Оба усилителя используют концепцию класса G, когда усилитель до определенной громкости, например, для A49, это, по-моему, 30 или 40 Вт, работает в числом классе A и потом просто переключается в класс A, оставляя все, так скажем, части звуковой сигналы, которые требуют минимального уровня громкости в Северной Америке. Это позволяет очень качественно воспроизводить любую музыку. Также в линейке появилось универсальное гибридное устройство, это CDS27, это универсальный проявитель, воспроизводящий как CD, так и Super Audio CD диски, и при этом являющийся еще и цифровым стримером, воспроизводящим файлы по USB и по сети. Одна из самых последних новинок Hegel, и это, собственно, универсальная машина, которая включает в себя фирменное Hegel усиление, фирменный ЦАП, а также, собственно, стример встроенный и встроенный AirPlay, который работает по сети, то есть без водной точки доступа внутри нет.